добрый день наши зрители и слушатели знают надеюсь что знают о том что вчера наш народ постигла великое горе очень хочется говорить банальными фразами но просто на русском языке нет других к сожалению ушел из жизни великий человек раввин а в юд арон юда лейб штайман зихрон оливраха я вам хочу сказать что еврейский народ а в том числе соблюдающие евреи это уникальная община которая горюет о смерти человека которому было 104 года можно в принципе было бы сказать что ну а сколько собственно говоря человек может жить что вы хотите чтобы он жил вечно 104 года это вполне достойный жизненный период после которого можно сказать что человек ушел оставил после себя тысячи учеников труды которые он издал при жизни книги по многим трактатам талмуда человек прожил очень полную насыщенную жизнь в принципе как бы по большому счету о чем мы горюем и в чем наш травм ну на самом деле самый простой ответ на эту тему это человек который близок к этому человеку который уходит ему совершенно не важно сколько ему было лет а что ему важно ему важно то что это это его был близкий родной любимый ему человек и как ни странно действительно очень многие люди чувствуют себя чувствовать что раба он лейб как мы его все называли он был действительно ему близкий человек лично я советовался с ним по поводу своего шедуха ходил к нему как он был санды ком на обрезание моего старшего сына ходил к нему с стричь своих остальных детей поскольку не принято чтобы один и тот же раввин был санды ком в одной семье у нескольких детей но это только как бы на личном уровне на личном плане на самом деле все это время пока рафштайм он зихрунули врага был жив было какое-то место на этом земном шаре в которое можно было прийти и знать что ты на поколение раньше ближе к торе ближе к синайскому откровению что есть какое-то место в котором тора она своей полностью оригинально это нет никакого ничего чтобы заслоняла ту тору которую всевышний дал муж и рабе и на синайской горе на приведу пример который вчера слышал к нему пришел в этом парень который читал тору чтец торы в синагоге читает тору по свитку ему предложили вас одной стороны синагогу 300 человек а в другом месте эту маленькую синагогу работающих людей в котором там ему предложили зарплату да и он пришел к рафштайм у нас к что посоветоваться куда идти там здесь много людей которые слушают его как он читает или пойти в то место где ему заплатит раштайм на нее поднял глаза посмотрел сказал в чем твой вопрос гордыни или деньги и парень оказался действительно понял таскать на на какой волне таскать с ним можно общаться он сказал да это мой вопрос гордыни или деньги раштайм на лубинске сказал а горит секрет вопросы которые здесь задают целыми днями это не такие гордыни или деньги вот это вот был человек у него не было никогда никто бы к нему не приходил пришел когда-то к нему какой-то большой бизнесмен и сказал рошивы вот я хочу купить лимузин какой-то такой очень такой красивый роскошный да ну жена говорит что нельзя покупать будет против нас айнра нас нам будут завидовать на нас могут сделать как-то дурной глаз что на него поднял глаза говорит ты хотя бы там ну один трактат талмуда наизусть знаешь говорит нет рошева не знаю а голову талмуда наизусть знаешь не знаю а листик знаешь не знаю а чё тебе завидовать кто-то я мне поразило мне поразило вообще так сказать как как до какой степени как можно было такого человеку в принципе человеку такое сказать собственно говоря да в глаза вот так вот я я я вы меня спрашиваете я даже до конца не знаю почему он считал нужным вот так вот прямо и открыто говорить людям он не был глупым человеком совсем нет не был наивным человеком вообще нет все люди которые к нему приходили пара их поражало его способность проникать в во все нюансы каждого вопроса то есть были были врачи которые приходили с ним советоваться по поводу искусственного оплодотворения всех вопросов связанных с современными технологиями зачатия детей и он поражал их так сказать как бы своими знаниями спрашиваю вы подготовили раввина к нашей встрече нет говорили секретари и все люди которые работали с ним нет он сам так сказать как бы просто вошел с вами в тему и вот в общем было этого человека что-то такое что делало его не хочется это облекать в слова я хочу просто зачитать его завещание попробовать перевести его на русский язык она стоит из тринадцати пунктов тринадцать это число эхад один вот у него был только один только всевышний вот послушайте о чем он просит а вакеш меод я очень прошу не говорите по мне траурных речей не передо мной и вне то после уже после похорон не передо мной не делать никакого собрания для того чтобы люди пробудились о а церет эвель или какое-то траурное собрание или всякие другие имена которые придумают но на самом деле имеют ввиду сделать говорить по мне траурные речи второе лолих ту в шума амара лай быту ним не писать о мне ничего в газетах не ежедневных не еженедельных не те которые выходят раз в месяц и не распечатывать мою фотографию и не нужно писать мою мою родословную мою биографию третье не нужно распечатывать никаких сообщений о моих похоронах и не сообщать никому ээээ с помощью ээээ как это называется громкоговорителей или по радио достаточно чтобы на моих похоронах было десять человек так как требует аллаха четвертое постараться чтобы не задерживать между моей смертью и похоронами а только постараться как можно быстрее похоронить настолько насколько близко возможно близко к моменту смерти пятое место мое на кладбище между простыми людьми не там где раввины похоронены между простыми шестое не писать на памятнике никаких ээээ туарим как перевести титулов а только написать здесь похоронен ээээ рэб арон юда лейб сын рэб ноах цви штаймон не писать глава поколения глава всех людей которые сейчас живут в общем вот этого всего кем он был не писать седьмое памятник должен быть самый дешевый и простой не нужно тратить деньги ради того чтобы купить место на кладбище которое стоит дорого но если хотят дать с долгу пусть дадут и не нужно для этого покупать место восьмое в дни когда обычаи есть идти на кладбище на на могилу когда конец семи дней 30 или день смерти годовщина в любом случае не нужно тратить много времени ради этого и лучше чтобы пришли по очереди а лучше так сказать поучиться поучить тору по порядку как обычно принято и не болтать просто пустые разговоры в смысле лучше поучиться как бы нормально а не болтать если из-за того что ищут у нас есть такое обычай что люди которые скорбящие они ведут молитву так принято в течение 11 месяцев после смерти родственника так вот он пишет что если из-за того что будут искать место где помолиться и быть ведущим молитву из-за этого потратить очень много времени потому что много таких людей может быть и тратится время или пока человек находит себе такое место где он будет вести молитву если из-за этого будет много потеряно времени которое предназначалось изначально для изучения Тора то есть будет отмена Торы то лучше в это время учить Тору во имя небес а не тратить его для того чтобы вести молитву как принято попрошу всех это девятое да попрошу всех кто хочет мне добра и пусть он выучит каждый день одну главу из Мишны до конца 12 месяцев после смерти а женщины или дочери скажут пусть десять глав из книги Теилим включая субботу и праздники десятое Мои рукописи и мои слова Торы и также мою пасхальную году не нужно печатать только только то что узнают что я просмотрел все это и они мною были подготовлены для печати одиннадцатая прошу не упоминать меня называя меня праведником или богобоязненным чтобы меня не опозорило это в мире истины двенадцатое попрошу прощения у всех кого я когда-либо обидел словом или кому я должен какие-то деньги и он не сможет эти деньги получить от моих наследников прошу его простить мне тринадцатое все мои потомки не должны идти за моим гробом как принято в Иерусалиме это каббалистическое такое поведение оно принято в Иерусалиме для всех но несмотря на то что Рафштайман жилобный брак и он хотел есть в этом смысл с точки зрения каббола добавка поскольку многие ошибаются во мне и я всем советую с моей стороны не называть детей по моему имени как принято у нас называть по имени праведника это я добавляю но с другой стороны я никому не запрещаю этого просмотрел это уже он 22 года назад было готово это завещание теперь вы спрашиваете а как мы нарушаем завещание нашего учителя и говорим об этом в камеру собираемся выставить а наш учитель шлита до продлить с лишнего года Рафхайм Каневский написал так по поводу завещания нашего учителя пусть память праведника будет благословена чтобы не писать и не говорить траурных ручей по него говорит это пишет сын Рафхайма Каневского сказал мой отец великий гений Торы поскольку это поднимает уважение к Торе и это увеличивает почет небес Всевышнего и это были было стремление всю жизнь нашего учителя для того чтобы многие выросли в Торе поэтому наша обязанность чтобы многие выросли в Торе он хотел чтобы Рафштамин хотел возвеличить почет Торы и поэтому наш учитель он сейчас очень доволен всеми теми прославлениями всеми теми словами которые мы про него говорим от имени Рафхайма Каневского подписан Ицхак Шауль сын Рафхайма Каневского Шлита до продлить всего с него годы что тут можно добавить после слов Рафштаймена все те кто были на похоронах не осталось ни одного сухого глаза что называется после этого прочтения этого завещания вот так если будут у кого-то вопросы можете писать в комментариях мы постараемся объяснить что Рафштаймон здесь имел ввиду хотя я сам не до конца понимаю почему Рафштаймон сам про себя считал что неправильно называть его праведником или богобоязненным человеком но он же видел свой уровень и знал его прекрасно и понимал вот такое вот завещание и вот такая учеба которую нам оставил наш учитель большое спасибо 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 Продолжение следует...